Ребята, всем привет! Сегодня у нас с вами новая рубрика на моем канале. Делаем слаймы в виде еды. Первый слайм в виде еды, который я сделала, я его снимала как раз таки в лайке. Я сделала йогурт Дониссимо. Я думаю, что все вы его видели, то есть в одной половинке... Это как снэк-слайм. В одной половинке просто белый йогурт, а в другой половинке шарики очень вкусные. Так вот. Я для того йогурта специально лепила, сидела маленькие шарики из глины, коричневые и белые. Ну и во вторую половинку положила сам слайм. Те, кто не понял, то вот так вот это примерно все выглядело. Такой прикольный слайм получился. Честно говоря, это одно из моих самых любимых видео в моем профиле в лайке. И сегодня я вам покажу два других слайма. Ну и конкретно научу вас их делать. Вы сможете даже повторить такое же у себя дома. А какие именно это продукты будут, мы узнаем чуть позже. Но перед тем, как мы начнем, не забудь подписаться на мой канал, если до сих пор не подписан. А также активировать колокольчик, который находится рядом. А теперь начинаем! Ну что ж, давайте уже поскорее начнем делать эти слаймы. Скажу сразу, до этого я тренировалась уже. Я делала парочку таких, ну скажем так, съедобных слаймов в своем лайке. Больше всего мне, наверное, понравилась моя первая работа. Это был йогурт Дониссимо. Кто не видел, то перейдите в мой лайк и посмотрите. Ну и сегодня я вам тоже кое-что весьма интересное покажу. Первый слайм у нас будет достаточно простой. Я такой еще не делала и просто как пример могу вам показать, чтобы вы просто, ну, не знаю, сделать такой пранк над одноклассниками или, ну, кем-то еще, не важно. Короче, мы будем с вами делать желе. Для таких видосиков я обычно покупаю какие-то продукты. Вот в данном случае это было желе вишневое. Вот это желе конкретно я не ела, потому что не люблю такие штуки. Вот он был такого ярко-красного или даже немного розового цвета, поэтому сейчас я отмерю для начала нужный кусочек слайма, который нам понадобится. В этом слайме самое главное добиться нужного оттенка. Ну и я вам советую использовать для такого пранка, если вы будете пранковать, если хотите, чтобы прям человек поверил, что это действительно желе, то используйте лучше пищевые красители, так как они не гуашь, к примеру, и они прозрачные. Вот столько слайма нам понадобится, и сейчас я его достаю, логично, правда. А, ну и, конечно же, вам стоит потом взять, помыть, конечно же, упаковочку, чтобы слайм, ну, как минимум, не протух через время. Итак, сейчас буду добавлять понемногу красителя, сначала красного добавлю, потом буду добавлять розовый. Надеюсь, что у меня получится, нужен оттенок. Нам нужен прям очень-очень ярко-красный цвет. А еще желательно не замазать этим красителем руки. Но, видимо, не сегодня, не сейчас. И так, и далее я добавляю немного розового красителя, чтобы был цвет такой более вишневый, потому что красный, это прям какой-то с перебором красный. Не похож на тот цвет, которого изначально было желе. Цвет получился, конечно, идеальным, прям. Я не ожидала даже, что у меня так получится. Вот сейчас-то прям максимально приближен к реалистичному. Ну, и теперь мы просто закладываем этот слайм в баночку. Единственное, что пока я мешала краситель, очень много пузырьков набралось. Если будет возможность у вас, то постарайтесь сделать так, чтобы меньше пузырьков набиралось. То есть вот так вот аккуратно перемешивайте. Я что-то сегодня прям разбушлатилась. Кстати, заранее слайм я ароматизировала вишневым соком. Он прям очень приближенный к запаху реалистичной вишни. И так, вот наш слайм уже и в баночке. Сейчас что нам нужно сделать, так это клей-карандаш, ну я обычно его использую. И вот тут вот по краям заклеить. Подождать пару минуток и все, слайм будет готов. Кстати, у меня клея-карандаши теперь, видать, на последние три года будут Элмерс. Ну прям они мне очень сильно нравятся и не знаю прям. Я их с Америки заказала, 30 штучек, по-моему. Ну, а теперь хорошенечко придавливаю, чтобы все было ровненько. Все, вот такое у нас желе получилось. Мне кажется, максимально реалистично. И через пару дней выйдет видео в моем лайке с этим слаймом. Когда из него выйдут, собственно говоря, пузырьки. Давайте приступим ко второму слайму. Для создания второго съедобного слайма нам понадобится кружка, коричневый краситель, кусочек белой базы, кондитерская посыпка, а также белая глина. Такое видео я, кстати говоря, уже делала. Поэтому опыт создания такого слайма у меня уже, к счастью, имеется. Ну и давайте уже приступать. Кстати, еще по-хорошему можно взять упаковку от каких-то зефирок, потому что они нам понадобятся. Итак, для начала я отмеряю нужное количество слайма, которое мне понадобится. Я так чувствую, что мне нужно взять еще. Ну да. Вот, чтобы была прям полная кружка слайма. Ну, теперь так же достаем. И слайм этот мы уже окрашиваем коричневым красителем. У меня база была немного липкая, поэтому пришлось добавить активатора. Вот сейчас как раз активатор с красителем и перемешаю. Можно вообще оставить вот такой светло-коричневый цвет, но на видео в лайке, который я уже делала, я делала прям темно-коричневый. Сейчас попробую со светлым. Но мне кажется, что стоит еще капельку добавить красителя, потому что через чур это светлый цвет. Все, вот теперь, мне кажется, это просто идеальный цвет. Плюс слайм, мне кажется, сильно-сильно увеличился с перебором. Поэтому у нас даже еще останется лишний кусочек, так что имейте в виду. Су слайма лучше, наверное, отмеряется даже не до крышечки, ну, не до верха. Ой. Ой. Смотрите, у нас получилась полная кружка какао. Это, скорее, уже не как розыгрыш идет. Я уже взяла кусочек белой глины. Было бы идеально, если бы у меня осталась упаковочка от каких-нибудь зефирок. Особенно если бы это была маленькая упаковочка. Нам не придется делать огромные зефирки и тратить гораздо больше белой глины. Она и так требуется все время. Итак, что я сейчас делаю? Я отделяю вот так вот по маленьким кусочкам. Хотя, в принципе, в этот раз я хочу сделать большие зефирки. Поэтому на данный момент я сделаю большие. А вообще на видео в лайки, которые у меня уже есть, я делала маленькие. Такие зефирюшки. Я не знаю, продаются у вас в магазинах, в городах или нет такие. Но у меня лично продаются. Я такие частенько беру вот именно зимой для какао. Я знаете, как лучше сделаю? Я сделаю и большие, и маленькие. Стараемся делать максимально все ровненько. Вот, одна зефирка уже готова. Три зефирки получилось у нас больших. И давайте сейчас слепим маленькие. Действуем по тому же принципу. Сначала катаем шарик. Затем вот так вот сплющиваем. Делаем колбаску. И по бокам делаем все ровненько. Вот вам и маленькая зефирка. Просто маленьких зефирок нужно делать гораздо больше. Ну и тратить больше времени. Ну а так как у меня в профиле уже есть такое видео, я решила сделать что-то под руком. Например, большие зефирки. Какие вам кажутся более реалистичными? Маленькие зефирочки или большие? Все, наши зефирочки готовы. Теперь я их закладываю вот сюда вот на стаканчик, на наше какао. Кстати, когда я их в пакетик складывала, я их слегка оставляла на столе, чтобы вот корочка такая небольшая появилась. И они не липлю друг к другу, но это все равно не помогло. Не суть важна. Сейчас я закладываю эти зефирки сверху. Параллельно я хочу это еще заснять в лайке. Ну а теперь маленькие запускаем. Посмотрите, какая красота! Вау! Что-то захотелось какао. А теперь присыпаемся сверху немножечко посыпкой. Мне кажется, или это идеально? Ну а процесс того, как я буду перемешивать сами зефирки с какао, вы увидите в моем лайке. Поэтому подписывайтесь, ссылочка есть в описании. И там вы увидите также видео с йогуртом Даниси и Мунель и так далее. Там очень много видосиков таких. Ну а можете посмотреть, какое видео сейчас у меня получилось. Вот такие два слайма у нас сегодня с вами получилось. Я уже перемешала этот слайм. И он очень вкусно пахнет. Я его ароматизировала, кстати, шоколадом, забыла вам сказать. И получился очень-очень крутой баттер-слайм, который очень-очень сильно увеличивается. Напиши в комментах, какие еще слаймы в виде еды ты хочешь увидеть. Например, какие-то йогурты или же напитки. Что-то в таком роде. Самые крутые идеи попадут ко мне в следующее видео на такую тематику. И напиши в комментах, какой из этих двух слаймов, которые мы сегодня с вами сделали, понравился больше. Какао или же желейка. Ну и на этом данное видео подходит к концу. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. И если это так, то не забудьте его оценить пальчиком вверх. Подписаться на мой канал, если до сих пор не подписан. Также не забывайте, что есть в других соцсетях лайки и инстаграм. В лайки выходит очень много видео, кстати, с такими вкусняшками. А в инстаграме вышли две маски от меня. Поэтому скорее переходи, подписывайся на мои другие соцсети. А я вас всех целую, обожаю, обнимаю. Знаете, что вы просто самые крутые подписчики в этом мире. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok